...конкретных задач от премьера Мишустина. Снять, наконец, проблему признания цифровой электронной подписи. А из уже разработанных приложений для смартфона, то, что по инициативе Москвы представил Фонд цифровых инициатив Евразийского банка. Хотел попросить бы небольшой ролик. Для скорейшего открытия границ и восстановления свободного передвижения разработано простое и удобное мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19». Теперь Куар-пропуск позволит гражданам беспрепятственно передвигаться в условиях пандемии. Добавив в это приложение фото из паспорта и ответив страну пребывания и страну прибытия Евразийского союза, получаешь направление в ближайшую от тебя лабораторию для теста. С ним в приложении спокойно проходишь границу. С 1 февраля это уже работает между Россией, Арменией и Белоруссией. Цифровые технологии возвращают постковидную жизнь в привычное русло. Мишустин предлагает побыстрее присоединяться и Казахстан с Киргизией. Тем более, что надо побыстрее восстанавливать единый рынок рабочей силы. Для этого еще одно удобное приложение – «Работа в ЕАЭС». Все просто, удобно и прозрачно. Все, что нужно сделать – пройти упрощенный процесс онлайн-регистрации по паспорту и начать пользоваться приложением. Приложение, в частности, позволяет искать работу и получать необходимые для въезда услуги еще до пересечения государственной границы. Мне кажется, это будет такой классный, бесшовный сервис для всех желающих найти работу в наших странах. И почти все вопросы, связанные с работой и пребыванием, в частности, в России, можно будет решить до...